Графа с аббревиатурой в три буквы. В наших платежках расшифровывается как общедомовые нужды. Чтобы рассчитать ОДН, необходимо взять расход электричества и воды по всему дому и из него вычесть сумму того, что потребили в квартирах и нежилых помещениях. Для этого нужны показания как общедомового счетчика, так и индивидуальных. Еще в прошлом году расходы на общедомовые нужды включались в коммунальные услуги. Но с 1 января 2017-го они перешли в платежку за жилищные услуги, где рассчитываются текущий ремонт и содержание дома. Работа по завышенной ОДН на квартирных домах велась и ранее. Все мы эти мероприятия знаем и они раньше обнародовались. Но на данный момент эта работа усиливается, будем говорить. Теперь плата за ОДН рассчитывается индивидуально по каждому дому. Тариф умножается на норматив расхода коммунальных ресурсов и на площадь мест общего пользования. А полученная сумма делится на площадь жилых и нежилых помещений в доме. В норматив уже заложены расходы на работу лифтов, домофонов, видеокамер и прочего оборудования, а также технологические потери по внутридомовым сетям. В ОДН не вошли площади подвалов и чердаков, а за освещение подвальных кладовок будут платить управляющие компании. Им после изменений в оплате ОДН приходится не сладко, убытки выросли в разы. С поставщиками коммунальных ресурсов домоуправления рассчитываются по показаниям общедомового прибора учета, а жители домов платят по нормативу. Разницу управляющей компании будут оплачивать из своего кармана. Управляющая компания зайдет в каждую квартиру с проверкой счетчиков, для того, чтобы проверить и показания, которые сдаются правильно, а не корректно, и работоспособность счетчика, и наличие пломбы, и, будем говорить, возможность применения какого-то постороннего устройства. 1 января в силу вступил еще один закон, регулирующий действия управляющей компании в случае неправильного начисления сумм в квитанциях жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо проверить, нет ли ошибок в объеме и цене услуг. В случае обнаружения аберрации первым делом отправляйтесь в управляющую компанию. Там обязаны за свои деньги произвести перерасчет. Если ошибка подтверждается, организация еще и выплатит вам 50% от суммы завышения. Для получения этой компенсации нужно написать заявление в свободной форме и отправить в компанию, которая выставила вам неправильный счет.